Здравствуйте! В эфире информационный выпуск новостей в студии Айдар Исламов. Общее количество подтвержденных пациентов с коронавирусом с начала пандемии в Башкортостане превысило 7667 человек. За сутки выявлено 33 новых случаев заражения. Мы продолжаем следить за ситуацией с COVID-19 в нашем районе. Подробнее о ней расскажет врач-эпидемиолог Гульти Чакнурульна. По состоянию на 27 августа в Геннавийском районе зарегистрировано 337 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них 6 пациентов со средней степенью тяжести заболеваний получают медицинскую помощь в инфекционном отделении Наульской ЦРБ. 7 пациентов переведены в госпиталь города Нефтеканска. 68 больных COVID-19 с легкой степенью заболевания получают медицинскую помощь на дому. Выписано с выздоровлением 245 человек. Итого на данный момент в районе 81 человек получают медицинскую помощь с диагнозом COVID. На карантине под медицинским наблюдением находится 21 контактных лиц. За весь период зарегистрировано 42 семейных очага, где заболели коронавирусной инфекцией 103 человека. Все подразделения Наульской ЦРБ работают в режиме повышенной готовности. Ведется плановая госпитализация пациентов в отделении с отрицательным мазком на COVID. Организована амбулаторно-поликлиническая помощь с разделением потоков пациентов. Всего проведено забор мазков на COVID 5756. За период с 24 по 27 августа в районе выявлено 11 новых случаев COVID. Наблюдается, конечно, небольшое снижение заболеваемости в сравнении с предыдущей недели. Но с началом учебного процесса есть вероятность повеличения заболеваемости среди детей и учителей. И поэтому еще раз медицинские работники напоминают и обращаются к населению с просьбой продолжить соблюдать меры защиты от заражения коронавирусной инфекцией. Будьте здоровы! 31 августа свой профессиональный праздник отмечают все, кто занимается лечением животных. История создания первых ветеринарных служб уходит в далекое прошлое. Еще во времена Древнего Рима и Древней Греции ветеринары сопровождали войска, создавали лазареты для лечения раненых лошадей. В настоящее время профессия ветеринарного работника по-прежнему очень востребована. В Янауле практически 90 лет действует ветеринарная станция. Сейчас 35 ее сотрудников заботятся о здоровье более 82 тысяч домашних животных и птиц нашего района. Работать в ветеринарной станции Лира Крылыбаева начала 26 лет назад. Тогда она пришла простым санитаром. Постепенно знания и опыт росли. Сейчас Лира заветующая ветеринарной аптеки. Она составляет лекарственные смеси, реализует товары, консультирует покупателей по возникающим у них вопросам, ведет документацию. Мы выезжали раньше в колхозы, раньше были колхозы, работали в колхозы, выезжали, делали приивки. Потом в 2004 году я окончила повышение квалификации и стала ветеринарным фельдшером. Меня поставили ветфельдшером эпистетического отдела. В 2016 году перевели зав. аптекой. Помимо этого я занимаюсь тем, что вакцины приходят. Мы делаем отчеты, составляем отчеты. Выдаю вакцину. В основном зав. аптека – это же выдача товара, продажа товара. Ближе к зиме, когда отел начинается, коровы телятся, уже получаются маститы. От маститов берут препараты. Антибиотики в основном. Потому что вот эти препараты. Сейчас уж у нас, видите, город-то большой сейчас стал. Животных в основном собак, кошек берут породистых. Вакцинации. На вакцинации приходят в основном. Мы делаем вакцинации. Кошки, собаки. Вот стерилизации. У нас идет еще акция была по этой стерилизации. Вот в основном такими делами занимаемся. К Кенаурской ветстанции относятся лаборатории ветеринарной экспертизы и пять ветеринарных участков. Они обслуживают 103 населенных пункта и все животноводческие хозяйства нашего района. Основная задача ветеринарных работников – это лечение животных, поголовье скота и домашних питомцев. Это профилактические осмотры, предупреждение эпидемии и борьба с их последствиями, проведение операций. Каждый владелец может обратиться в ветстанцию за помощью для своих четвероногих друзей. Большинство ее работников имеют многолетний опыт работы. На кануне дня ветеринарного работника, своего профессионального праздника, в первую очередь хочу поздравить наших ветеранов, которые посвятили всю свою жизнь ветеринарному делу, пожелать им крепкого здоровья, семейного благополучия и долгих счастливых лет жизни. А своих коллег, которые на сегодняшний день трудятся во благо эпизодического благополучия нашего района и в целом республики, хочу пожелать успехов в нашей нелегкой, но очень ответственной работе, пожелать им крепкого здоровья также, чтобы они приложили все усилия для недопущения возникновения особо опасных болезней. А для этого им семейное благополучие, еще раз здоровье, терпение всех с наступающим праздником. В настоящее время деятельность ветстанции имеет множество направлений. Это и осуществление профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний и падежа животных, и контроль качества продукции животноводства, и бракование поголовья скота и домашних питомцев. Но самая главная цель работы ветеринаров – это сохранение здоровья как домашних животных, так и их владельцев. Гульнара Сиддикова, Нилсафин, Служба новостей, Янаульское телевидение. 77 человек, в том числе 11 детей. Такова печальная статистика погибших на воде в минувший купальный сезон. Пожалуй, главная причина утопления детей – неумение плавать. Возможности внедрения программы по плаванию в республике еще весной 2019 года Ради Хабиров обсудил с президентом Российской Федерации плавания. Речь шла о создании целой инфраструктуры для массовых занятий спортом. В нашем районе с начала учебного года стартует социально-образовательный проект «Учусь плавать». За плавательный сезон тренеры по плаванию бассейна «Дулкен» планируют обучить держаться на воде более 3000 детей с 1 по 11 классы. Плавание является жизненно необходимым навыком для человека. Плавание для детей – это не только спорт. Это и средство борьбы со стрессом, и укрепление нервной системы. Возможность расслабиться и пообщаться с друзьями. Вне школы и, в первую очередь, без гаджетов. Сегодня плавание не входит в обязательную школьную программу. Работа над проектом по плаванию в районе идет полным ходом. Проведены работы по определению категории обучающихся, не обладающих навыком умения плавать. С нового учебного года формируем группу по 12-15 человек по начальному обучению плавания. И на каждого ребенка запланировано 6 занятий. Такое время для обучения, по словам специалистов, достаточно, чтобы научить необходимым навыкам плавания умение держаться на воде без вспомогательных средств. Обучение начнется с АЗОВ. Это дыхание, расслабление, скольжение. В конце последнего занятия будут проводиться контрольные тестирования на определение конечного результата. В рамках национального проекта «Демография» в детском саду «Колокольчик» была создана дополнительная ясельная группа на 25 воспитанников. В конце прошлого года был выполнен капитальный ремонт помещения, после чего приступили к оформлению помещений и закупке необходимой мебели и оборудования, в том числе ковровых покрытий и разнообразных детских игрушек. Сейчас у нас остался последний этап, это последняя документация, и в скором времени мы готовы принять воспитанников в нашу новую дополнительную группу. Здесь группа рассчитана ясельная с двух месяцев до трех лет. И потом по достижению этого возраста эти ребятки будут переходить уже в основное здание детского сада номер 7. Был оснащен уголок, интерактивный уголок, где с помощью проектора дети уже сами могут выполнять какие-то задания с силу своего возраста. На данный проект ушло более 3 миллионов рублей, миллион сто на капитальный ремонт, все остальное на приобретение оборудования для этой группы. Штат есть, сейчас они трудятся здесь, приводя все в порядок, расставляя все по своим местам, собирая всю эту интерактивную технологию, которую мы приобрели. Воспитатель заполняет документацию, ведет необходимую работу и ждет встречи с воспитанниками. И это все на сегодня. Далее прогноз погоды и программа «Криминальная хроника». А я прощаюсь с вами. Субтитры предоставил DimaTorzok Преимущественно без осадков. Ветер южный, ночью 0,5 м в секунду, днем 8-13 м в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 25, плюс 30 градусов. Это не шутка? Вот это да! Всю неделю на базе оптовых цен «Находка» Колбаса «Казанская халяль» 69,99 Молоко 3,2% жирности «Молочный фермер» 36,99 Киттикет «Желе» 9,99 Срок акции до 31 августа. Цены в рублях. Подробности у продавцов. О событиях и преступлениях, произошедших за две минувшие недели, в очередном выпуске программы «Криминальная хроника» в студии Аниса Русланова. Здравствуйте! 10 августа в отдел НВД поступило заявление о явке с повинной жителя Янаула 1980 года рождения. Молодой человек признался, что 5 июня, находясь у своего знакомого с верандой, тайно похитил бензопилу, которую сдал в ломбард за 2000 рублей. В этот же день еще один Янауэль сознался в преступлении. В начале апреля в микрорайоне Южный он совершил угон автомобиля ВАЗ 7 модели. В нем он обнаружил кошелек и 3000 рублей. Перекочевали в его карман. 12 августа житель Будья-Варяж обратился с заявлением о показании содействия в возврате денежных средств. История не нова. Мужчина в интернете нашел объявление о продаже трактора. Позвонил по указанному телефону. Ответивший мужчина сообщил, что трактор в городе Билибей и для доставки в Янаул нужны деньги. Пострадавшего это не смутило и он перевел 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Еще одно уголовное дело по той же части и статьи возбудили 14 августа. Как удалось выяснить, жительница Янаула за день до этого не установлено лицо, представившись сотрудником Сбербанка России под предлогом оформления третьими лицами потребительского кредита, а также во избежание несанкционированного списания денежных средств, убедила пострадавшего продиктовать реквизиты банковской карты, а также коды подтверждения операции. В результате женщина лишилась крупной суммы денег – почти 190 тысяч рублей. 17 августа в ночное время суток на автомобильной дороге Янаул-Карманово неизвестная автомашина повредила автобусную остановку. Утром 18 августа поступило сообщение по системе 112 о том, что по адресу город Янаул, улица Крупская, 33, неизвестная автомашина снесла ворота и уехала с места дорожно-транспортного происшествия. 18 августа житель северной части города, выйдя утром из дома, не обнаружил припакованного здесь автомобиля. Сотрудники ОГИБДД среагировали оперативно и вскоре в отдел за совершение угона был доставлен житель Янаула, уже неоднократно судимый. 19 августа поступило сообщение о краже. Проживающий в селе Кисакаин мужчина сообщил о том, что у него из дома похитили ноутбук. И снова о мошенничестве. Вечером 20 августа в отдел обратился житель Янаула. И снова похожа ситуация, как и с другими пострадавшими. Неустановленное лицо позвонил по телефону и представился сотрудником Службы безопасности Сбербанка России. И чтобы избежать несанкционирования списания денежных средств, убедило пострадавшего продиктовать реквизиты банковской карты, а также трехзначный код на обороте карты. Как результат, не прошло и часа, и 10,5 тысяч рублей списали со счета. 21 августа во дворе дома по улице Азина произошло механическое дорожно-транспортное происшествие. Автовладелец следы от столкновения обнаружил, но само транспортное средство с водителем нет. Скрылся с места ДТП. Обнаружить нарушителя удалось. Административный протокол был составлен в отношении жительницы Нефтекамска. 23 августа в половине пятого утра неизвестная женщина сообщила, что возле магазина Эдем по улице 52-й квартал бьют мужчину. Мужчину действительно били, причем делали это жители Янаула. Мужчина 87-го года рождения и девушка 98-го года рождения. 23 августа зарегистрировано механическое ДТП. Во дворе дома по улице Советской столкнулись два автомобиля – Toyota и Volkswagen. На следующий день снова механическое дорожно-транспортное происшествие. Возле дома по улице Азина жительница Янаула, управляя автомобилем Opel Astra, при движении задним ходом совершила столкновение с автомобилем Ford Focus. 25 августа с признаками употребления алкоголя в приемной покое Центральной районной больницы обратились жители Янаульского района. У девушки из деревни Новая Арья и мужчины из Старой Арьи медики зафиксировали черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. У третьей пострадавшей также из Новой Арьи ушиб грудной клетки и левой голени. Это все главные происшествия за минувшие две недели. В завершении программы хочу еще раз предвести речь вас от необдуманных поступков и решений. Берегите себя и своих близких. До свидания. Детская школа искусств объявляет прием детей на новый учебный год по следующим специальностям – фортепиано, народные инструменты, изобразительное и хореографическое искусство. Группа раннего эстетического развития «Хореографическое искусство». Набор будет проведен с 8 до 17 часов. Дополнительная информация размещена на сайте школы искусств и на странице в социальных сетях. Справки по телефону 8-347-60-556-50-556-60. Янаульскому телевидению требуется видеооператор. Мы ждем коммуникабельного, технически грамотного и легко обучаемого молодого человека. Желание работать в дружном коллективе и покорять новые горизонты приветствуется. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Янаульскому телевидению в отдел музыкальных программ требуется корреспондент с перспективой карьерного роста. Знания татарского и башкирского языков обязательно. Телефон 50402-528-71. Янаульскому телевидению требуется оператор эфира с навыками компьютерной графики. Телефоны 50402-599-95. Куда без маски? Время тления непогашенной сигареты составляет около 30 минут. Средняя температура горения 450 градусов. Некоторым хватает пары минут, чтобы бросить курить навсегда. Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий – одной большой Родины. Этот Якуб получил отель мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОН-овец Орден Мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей Родины от насилия. Победили фашизм. Победим и терроризм. Ты живешь в современном, быстро изменяющемся мире. Мы придумали и освоили сложнейшую технику – покорили космос. Однако иногда мы не можем преодолеть психологические трудности. Сегодня людям все сложнее общаться между собой – со сверстниками, родителями, близкими людьми. Не нужно замыкаться в себе. Не стоит избегать проблем. Необходимо их решать. В рамках проекта «Крепкая семья» работает единый телефон доверия по оказанию профессиональной психологической помощи. Телефон действует круглосуточно, анонимно, бесплатно на всей территории Республики Башкортостан по номеру 8 800 70 00 183. Не уходи от проблем. Решай их. Продолжение следует...